Несостоявшаяся любовь. Хочу с вами поговорить о той любви, которая или умерла в самом своём зародыши, или на более зрелой стадии, но в любом случае она не имела продолжения. Почему так происходит? Ведь мы могли бы быть счастливы вместе, а судьба так не считает, и спорить с ней бесполезно. Лабиринт жизни очень сложен. И то, что нам кажется сейчас несправедливым, в дальнейшем может оказаться благом. Каждое событие в жизни, каждая встреча несёт нам что-то новое, уникальное, и, конечно же, не случайное. Подсознательно мы все чего-то в конкретный момент ищем и ждём, и оно появляется, приходит. Сами того не осознавая, мы ищем любовь. Мы выполняем какие-то действия, ходим на работу, ездим в транспорте или просто гуляем по улицам. А где-то на другой стороне нашей жизни другой человек точно так же живёт, работает, общается и ищет нас, возможно, даже тоже не задумываясь над этим. Но где-то свыше предопределено, что нам необходимо встретиться. И судьба ведёт нас друг к другу, преодолевая препятствия, отрывая нас, как капризных малышей, от не тех встреч и не тех людей. Если с такой позиции посмотреть на несостоявшуюся сегодня любовь, то станет легче. А мне все эти размышления навеяли эти замечательные строки талантливого человека и моего друга. Туба. Восхождение Несостоявшейся любви В руке осколки стиснута крови Я восхожу к преодолению. В безликой серой пустоте Не оперившейся мечте Теперь уж не парить, Не быть обласканной Твоим прикосновением. Я не молю воскрешений, Ни сомнений ада, Ни чувств искрящихся, Как брызги водопада, Таинственному зову подчинившись, Презревшей годы И границ устав. Пускаюсь в путь Бушующие воды, Испытанный свой парус подлатав, Я восхожу к преодолению Или к падению Всего себя тебе отдав. Любовь прекрасна в любом проявлении. Это чувство определяет жизнь людей, Что бы они ни говорили. Поэтому очень важно беречь И хранить ее, Несмотря на расставание И тем более совместной жизни. Потому как потеряв, Мы понимаем истинную ценность того, Что имели. Продолжение следует...